Мы даже праздники не умеем праздновать. Да что же это такое? Мы забыли наши родные праздники. Вот Новый год наступает, а ведь никто толком не знает, что это за праздник, думает, что это наступил Новый год. А почему 1 января? Нет никаких ни космических явлений, ни климатических при переходе с декабря на январь. Новый год начали праздновать впервые в Римляне. У нас Новый год появился при Петре Первом. Он был в Голландии, там его заразили сифилисом. Психика у него съехала, он возненавидел Россию, уничтожил одну треть населения российского. Сталин, мелкий хулиган в подворотне по сравнению с Петром Первым, если историческую достоверность принять во внимание. И он вел Новый год. Слова год не было, было слово яр. Яр означало начало пригревающего солнца для будущего урожая. И праздновался начало яра 23 марта. 23 марта, потому что день становится длиннее ночи. Свет побеждает, день побеждает ночь. Свет побеждает. От слова свет святой, между прочим. И праздновать надо утром, на рассвете, не пить, не курить. Вообще ничего не делать плохого. Очищаться, банька, какие-то травяные настои принимать. Потому что на Красную горку детей надо делать. Чтобы дети были чистенькими, чтобы поколение вырастало новое, чистое. Рот продолжать. А какие детей можно делать после того, как всю ночь бухаешь и обжираешься. Говорят, дети такими вырастают. Новый год. В марте встречала вся Европа земледельцы. Мы, славяне, наследники земледельцев сия нашего материка. Не значит, что славяне в то время были, но народы протославянские говорили примерно на том же языке. Поэтому декабрь, дека, десятый месяц, а не двенадцатый. Потому что все народы праздновали и начинали. И октябрь, восьмой месяц, а не десятый. Но римлянам был пофиг дым все эти праздники с солнцем, с луной, с этого бабок не настричь. Они собирали налоги. Особенно зимой замерзали реки, они могли собрать налоги с разных народов. И они праздновали окончание сбора налогов с порабощенных народов. Это на конец декабря. Будете праздновать Новый год? Знайте, вы празднуете сбор налогов римлянами. Это святой праздник для русских. Поэтому надо всю ночь пить, жрать до утра. Ну чушня полная. Как встретишь Новый год, так его проведешь. Это правильная примета. Поэтому весь год и пьют потом. Кроме того, кто ночью веселится? Бесы. Во всех легендах, мифах и сказках. В 12 часов обычно главный бес собирает бесов. На веселуху. Вы понимаете, что происходит?